Добрый вечер! Продолжаем изучение недельного раздела Торы Вайхи, последний раздел книги Бришит. На последнем уроке нам удалось добраться до броход благословения, который получил Иуда от Якова перед его смертью. Иуда, как это видно из всего текста его благословений, он предназначен и отцом в качестве его преемника, в качестве будущего вождя еврейского народа, как вождя политического, так вождя военного, так и вождя духовного. И заканчивается это благословение вождением «Ну, ясур, шевет, неуда, не отойдет скипетр от Иуды», то есть так должно быть и на протяжении всех дальнейших поколений. Власть в еврейском народе должна принадлежать колену Иуда, а с того момента, как был избран из колена Иуда дом царя Давида, то исключительное право на эту власть имеют именно потомки царя Давида. Вот теперь можно перейти уже к благословениям, которые говорит Яков Другень своим сыновьям после Иуды. Завулун. Завулун будет жить на берегу морей. «У гавани корабельной его граница достигает Цидона», то есть северная часть побережья страны Израиля вплоть до самого Цидона, именно там расселится колено Завулун, и то, что они будут жить у самой кромки моря, это исключайно, ибо их занятие будет, как видно из этого стиха, будет жить на берегу морей, у гавани корабельной, то есть не просто нахождение рядом с морем, это именно мореплавание, ну и с мореплаванием всегда была связана морская торговля. То есть именно так вот представляется здесь образ Завулуна, как образ купца, торговца, который отправляется в дальние плавания для того, чтобы торговать. И сразу вслед за ним, его брат Иссахар, и вот здесь уже совсем метафоры совершенно иные, Иссахар – крепкий осёл, лежащий между заград. Непонятно, какое такое преимущество быть крепким ослом, и что означает лежать между заград. «И увидел он, что покой хорош, и что земля пригодна для него». И он подставил плечо, чтобы нести, и стал данник. Что означает эти слова? Если по поводу Завулуна более-менее всё ясно, то по поводу Иссахара достаточно туман. Одно можно понять. Иссахар увидел покой, что хорош, и что земля пригодна для него. То есть, скорее всего, речь идёт здесь о земледельце. То есть Иссахар представляет здесь, предстаёт здесь перед нами как земледелец. Ну и, наверное, покой тоже каким-то образом связан с этим. Понятно, что жизнь земледельца куда более спокойная и размеренная, чем жизнь купца, который постоянно отправляется в морские плавания, полные риска, полные сложностей, трудностей и забот. А так как живёт труженик поля, он живёт спокойно размерной жизнью. И увидел он, что покой хороший, что земля пригодна для него, и подставил плечо, чтобы нести. Работы достаточно много, работа физическая, работа тяжёлая. Но он подставляет плечо, чтобы нести, готов взвалить на себя это время работы и стал дальником. Только конец уже совсем непонятный. А почему здесь дальником, кому он стал дальником? Кому выплачивается эта дань? Кому он обязан? Если мы посмотрим на комментарии Раши, то взгляд серьёзно изменяется. Читая сам пасук, казалось бы, мы видим перед собой образ земледельца, крестьянина, пахаря. А вот Раши говорит не так. «Связывая Иссахара и Зволуна», так как их связал в дальнейшем уже в книге «Дворим», в благословениях Муше, «смах Зволун бацитеха в Иссахар» об одном стихе «Радуйся, Зволун, когда ты выходишь» и Иссахар, который остаётся в шатрах. Из всего этого вместе Раши приводит предание наших мудрецов, что если, что касается Зволуна, то он на берегу морей, то есть всегда найдёшь его на берегу моря, в гавани, в том месте, куда сюда доставляют товары, ибо Зволун занимается морской торговлей. Он занимался морской торговлей и доставлял пропитание колену Иссахара. То есть колено Иссахара, получается, были иждивенцами. Они жили за счёт того, что их братья из колена Зволуна поддерживали их материально. А почему же они тогда нуждались в такой поддержке, а сами себя они не кормили? А они занимались торой. Такие не очень кормили, занимались торой. К этому относится сказанное Муше «Радуйся, Зволун, при выходе твоём, а ты Иссахар в шатре твоём». То есть как радость Зволуна, когда он выходит по делам своего бизнеса, так и радость Иссахара, что он остаётся в своём шатре, изучая тору. Зволуна выходит с товара, а Иссахара занимается торой в шатрах. Шатры у нас в символике, принятой в торе, шатёр – это всегда обычное место, где либо это место, где обитает семья, либо это шатры торы, как сказано было ещё о Якове, что он «Иш там юше вуалим» – человек цельный, который сидит в шатрах, в отличие от Исавы, который человек поля, этот сидит в шатрах, и говорят, что мы имеем в виду шатры, то есть дом, где учатся, шатёр, где учат тор. И поэтому дальнейшее описание Иссахара, что он крепкий осёл, влезащий между заград, Рашид тоже комментирует именно в этом самом ключе, представляя перед нами – всё это как метафоры, описывающие, изучающие Тору. Он – крепкий осёл, это осёл с крепкими, ширококосный, с крепкими костями. Почему ему это необходимо? Для того, чтобы можно было на него взвалить большую ношу. И ноши торы – это действительно серьёзное бремя. Для того, чтобы нести на себе бремя торы, нужно иметь достаточно… быть достаточно крепким, крепким и физически, он несёт на себе бремя торы, как крепкие сонны, которого кладут тяжёлую нож, что тогда означает «лежащий между заград». Подобный ослу, он всё время в пути, и нет у него времени устроиться на ночлег. Подобный ослу, который находится в пути днём и ночью и не имеет постоянного места для ночлега, когда же он хочет отдохнуть, ложиться между заград в пределах селений, куда он доставляет товары. Точно так же человек, изучающий тору, для которого все остальные части жизни, они исключительно служебные, второстепенные, это не тот человек, который уже с вечера начинает подумывать о том, как он ляжет спать и как он будет получать удовольствие от сна и так далее. Этот человек он засыпает, потому что просто его сон косит, он уже дальше не может продолжать. Либо он заснёт за столом, положив голову себе на руки, либо сумеет доползти до кровати, но так или иначе заснёт там, где получится. Именно это вот образ того самого осла, который всегда с поклажей, и поскольку всегда с поклажей, то где он будет уже ночевать? Там, где его застанет ночь, там, где он почти дальше он уже тянуть не может, там прислонится к какой-нибудь ограде, чтоб только не упасть, и там и задремлет. И он подставил плечо, чтобы нести, что нести, бремя Торы. И стал для своих братьев, нам было непонятно, что означало окончание этого стиха, а именно стал он данником. Кому он стал данником? Пишет Раши, и стал он данником для того, чтобы выносить для них решение, согласно Торе, и вычислять порядок високосных лет. То есть это быть данником, быть обязанным, в чём это дань, в чём это обязанность и повинность? Обязанность по отношению ко всему остальному народу. Народ нуждается в том, чтобы получать решение закона Торы в различных ситуациях, им нужен псаг, им нужно указание, им нужны наставники. И вот Колено и Сахар, которые не знали материальных невзгод, которые были полностью на иждивении у своих братьев, у морских купцов из Зволуна, то они тем самым, взвалив на себя это бремя, что за бремя они на себя взвалили? Эту добровольную обязанность отвечать людям на аллогические вопросы, выносить аллогические решения, указывать им мнение Торы, и в конце Раши даёт здесь ещё одну вещь – и порядок в вычислении високосных лет. Почему Раши должен выделить это? Конечно, в итоге это одна из сфер Торы, одна из сфер Аллахи. Так, выяснение високосных лет для того, чтобы ввести календарь, от которого зависят все наши праздники. И почему Раши выносит это за скобки и выделяет это? Как сказано. Как сказано. Есть у нас посуд уже в книгах пророков. Там сказано о том, как собирался народ во времена царя «Из каждого из племён пришла делегация, а также из сынов из Сахара, знающих мудрость йод-эй бина лэйтин». Непростая фраза. Знающих мудрость, знающих премудрость. Какую премудрость? Премудрость лэйтин. Премудрость времён. Премудрость, связанную со временем. Что это означает? Что это за премудрость, связанную со временем? А это именно умение составлять еврейский календарь. Почему так отдельно выделено? В чём здесь дело? На самом деле, действительно, в древности это умение составлять календарь, оно считалось высшим проявлением мудрости, ибо оно требовало очень-очень широких познаний. И глубоких, и широких, и глубоких. Сложность эта в том, что еврейский календарь… Мы знаем, что в мире существуют либо календари Луны, либо календари Солнечные. Например, Юлианский, Григорианский календарь, хорошо знакомый людям, это календари Солнечные, т.е. в основу положен период обращения Земли вокруг Солнца – 365 с четверти дней, плюс-минус, дальше уже идут детали расчётов, кто более точный, кто менее точный. Но в общем и целом этот период составляет год, немножко сложно в этом плане разделить месяцы, поскольку 365 с четвертью дней, ну при всём желании никак на 12 месяцев по ровну не делится, но есть некоторая там формула, при которой распределяют дни по месяцам. Это Солнечные календари. Есть лунные календари. Самый известный типичный – это мусульманский календарь. Он основан на очень чётком заданном заранее месяце, это месяц фазы Луны. Фаза Луны – это 29,5 с копейками, чуть больше, чем 29,5 дней. Таким образом, месяц задан, а 12 месяцев по 29,5 дней, понятно, что 365 с четвертью никак не получается. Год получается намного меньше – 354 дня. И таким образом получается разрыв между лунным и солнечным годом, и в результате мусульманские праздники они всё время путешествуют. То они летом, то через несколько лет они уже оказываются зимой. Это календарь лунный. А вот еврейский календарь, он совсем хитрый. Он должен быть скорректирован, т.е. он в основе лунный, но он корректируется на солнечный календарь. Где он корректируется? С одной стороны месяцем действительно должна быть фаза Луны, это месяц заданный. Но при всём притом праздники должны корректироваться так, чтобы Песох всегда приходился на весну. Весну – это значит, что он должен быть связан с днём весеннего равноденствия, наступать после весеннего равноденствия и никак не до него. А если не будут корректировать его на период обращения Земли вокруг Солнца, то Песох съедет, съедет и будет у нас когда-нибудь и посередине зимы тоже. Поэтому была разработана целая система специальная, по которой по признакам и астрономически, и по признакам агрономии, по состоянии, ведь весна – это не просто то, что следует за днём весеннего равноденствия, но она должна иметь конкретное проявление и климатическое, и на Земле, т.е. это время, само слово «весна», «вив» происходит, а слово «бух», т.е. это время наполнения зёрен, т.е. самый первый урожай должен уже подходить к определённого рода зрелости. Т.е. всё это требуется для того, чтобы решать подобного рода вопросы о внедрении, о учреждении високосного года, когда добавляется дополнительный месяц, и о том, каким образом учитывать фазу Луны и устанавливать месяцы по фазе Луну, всё это требовало колоссальных знаний, и по аллахе, и по астрономии, и по математике, и по агрономии, поэтому этим занимались самые-самые большие мудрецы. Вот это здесь и подчёркивается, что вот таких вот, те, кто пришли тогда на общий сбор еврейского народа, не пришли от Исахара тысячи людей, наоборот, почти все остались дома, а пришли всего лишь 200 человек. Это были 200 человек, каждый из них – это был калибр, это были 200 человек такие, которые каждый из них мог стать в главе самедрина самой высшей инстанции раввинского суда, те, которые, знающие мудрость исчисления времён, знающие, что делать Израилю, т.е. это были 200 глав самедрина, 200 глав раввинских судов высшей инстанции. Ну и вот теперь я позволю себе возвратиться к самому первому вопросу, с которого начал. Почему такой разрыв между тем, что Пшат читается в тексте, Пшат он очевидно простой, перед нами рисуется Исахар как труженик поля, как земледелец, и между Драш, который приводит здесь Раши, рисующий нам мудреца Тора, углублённого в познании, углублённого в учение. Есть ли какая-нибудь связь? Есть. Безусловно есть. Конечно же, Исахар Равирш здесь пишет так. Исахар Равирш створяет собой тип труженика, который любит работать. Да, действительно, труженик, труженик поля, но только необычный труженик поля. Он, с одной стороны, любит работать, но он не трудоголик. В отличие от многих людей, для которых работа представляет собой, в общем-то, лабиринт, из которого выводиться они не могут. Подобно белке, которая в колесе постоянно крутится, и нету невозможности выхода. Так и человек, который много-много работает для того, чтобы зарабатывать, а то, что он зарабатывает, тратит на то, чтобы пополнять свои силы, чтобы ещё больше работать, и так, день за днём, день за днём, когда бессмысленный, в общем-то, труд, как бессмысленный бег этой белки в колесе, так и человек тем самым превращается в трудоголика, когда вся его жизнь, она сводится к формуле «работать, чтобы есть», а есть для того, чтобы иметь силу, чтобы работать, и так всю жизнь. Вот этого здесь нет. Исахар олицетворяет собой тип труженика, который любит работать, но только чтобы его труды шли на подлинное благо. В то время как Иуда… Какое это подлинное благо? В то время как Иуда – это колено правителей. Мы видим, это их характер, это их свойства наследственные, и это то, что увидел Яков, и поэтому колено Иуду он отдаёт память первенству, они будут вождям, и политическим, и военным, и духовным. Звулун – это колено купцов, бизнесмен. И Исахар представляет собой ядро еврейского народа, то есть еврейского земледельца. Он работает, но не ради бесконечного трудового процесса и материального накопления. Нет. Еврейский труженик не порабощается работе. Он трудится только для того, чтобы заслужить досуг. Не работа – его цель, а работа только как средство, не средство накопления. Потому что в тот момент, когда работа становится средством накопления, то само накопление подгоняет человека на дополнительную работу, ещё, 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 ещё. Нет. Работа только для того, чтобы обрести отдых. Досуг. Досуг не имеется в виду, когда это слово используют, значит, синоним развлечение, не развлечение. Досуг имеется в виду моё время, когда я сам себе хозяин, и я никому ничего не обязан, я не обязан сейчас работать, я не обязан бежать по первому вызову туда и сюда. Это время моё, я могу посвятить его тому, чему я хочу. И Сахар оставляет Звулуна зарабатывать миллионы своей торговлей, он не собирается быть конкурентом Звулуна в торговле, он не собирается быть конкурентом Иуды в политике, он не лезет в HD. Отдых – он предпочитает оставаться дома. Отдых, заслуженный самостоятельной работой, он считает величайшим богатством, к которому должен стремиться человек, ибо отдыхая от трудов, человек может распрямиться, прийти в себя, поэтому он охотно подставляет плечо, чтобы нести бремя. Бремя какое? Чтобы работать. Это он подставляет плечо, чтобы нести бремя работать, ибо знает, что та работа, которую он выбрал, она-то даст ему досуг. С радостью оставляет царский скипетр Иуде, флаг купца Звулуну. Его не прещает небоевая слава, недоходы от торговли. И Сахару известны иные победы и ценности, которых можно добиться и которые можно наслаждаться только тогда, когда имеешь на это свободное время. Не только свободное время, но и свободные головы. Следовательно, колено Иссакара стало зиждителем духовных сокровищ нации. Иными словами. Это тот труженик, для которого самая большая и главная ценность – это свободное время. И он трудится только для того, чтобы заработать и обеспечить себе это свободное время. А в это свободное время, когда он не дергается, когда ему не нужно бежать на работу и когда голова у него спокойно и не заняты ничем, вот в это свободное, спокойное время, когда есть у него то, что называется Менухата Нефиш, спокойствие души, он в состоянии создавать духовные ценности. Поэтому именно это колено, колено земледельцев, оно и становится главным коленом в изучении Торы. Именно им удается достигнуть в изучении Торы того, чего не удается другим. И понятно, что здесь не только, если сравнить это с его ближайшим родственником, братом Звулуном, он не сидит на месте. И не просто, что он не сидит на месте, но покоя в жизни он не знает. Тот, кто занимается бизнесом и тот, кто ездит, он постоянно в поездках. Даже если у него выдается свободная минутка, даже есть у него среди его поездок место, есть у него время, когда он сидит на корабле или сидит на кресле в самолете. Но использовать это время на изучение почти не получается. Голова не свободна. Для изучения Торы необходимо Менухат Нефиш, именно тот самый покой души. И, как говорили мудрецы, шмайта баит злута. Занятие Талмудом требует того, чтобы голова была ясна, чтобы не была она забита ничем, а человек, который занимается бизнесом. Ну, понятно, что даже в тот момент, когда он сейчас сидит в своей каюте, или сидит в поезде или в кресле самолета, то голова у него, безусловно, забита всем тем бизнесом, чем он сделал до сих пор, тем, что он должен делать, как только он приедет, не забыть сказать, не забыть написать письмо и не забыть позвонить. и не забыть сделать то. Можно, конечно, можно и нужно учиться, но это не та учеба. Того успеха, которого достигнет Иссакхар, никогда не достигнет. Поэтому известный вопрос. Почему место, в котором учат Тору, называется Ешива? Многих людей, я спрашивал этот вопрос, они давали мне самый негодящийся. Ешива, наверное, потому что там сидят. От слова Ешива означает сидя. Но я знаю еще несколько мест, в которых люди сидят. Это не называется Ешива. Почему же здесь Ешива? А вообще, до временописанного, вполне сказано, что до времен Рабангамриэля люди так уважали Тору, что учились исключительно сидя. Так что у них это называлось не Ешива, у них это называлось Амеда, стоялка какая-нибудь стояльня. Ешива не происходит от слова Ешев, что означает сидеть, а происходит от слова Ешувадат. Трудно переводить это слово Ешувадат, но, в общем-то, это тот самый покой души, о котором мы говорим, при котором, да, а то, что Ладам, Ешевед, Аллах, при котором сознание человека, оно не мечется, оно находится в рамках таких, в которых он спокойно может направить свой разум и свой анализ на изучение того текста или той темы, которую он изучает, которую он анализирует. И вот это-то необходимое условие для достижения успеха в учебе. Понятно, что учиться можно и в самых невероятных ситуациях и на вокзале, и в поезде, и даже на работе украдывать минутку там и десять минут сям – это всё верно, но настоящего успеха в учебе можно достигнуть только тогда, когда есть свободное время. И это вот эти идеальные условия для труженика, который в тот момент, когда он пропахал своё поле, больше его ничего не интересует, он спокойно может отключиться, бизнеса у него нету, никаких других подобного рода дел у него нет, он сам себе в этот момент хозяин, вот здесь он может по-настоящему учиться. Поэтому продолжает Равирш, когда после гибели Шауля все колена сплотились вокруг Давида, и был вот этот вот большой съезд всех представителей еврейских колер. Тысячи и сотни тысяч пришли отовсюду, а от колена Иссахара пришло всего 200 человек. Почему всего 200 человек? А от колена Иссахара, от сынов Иссахара, знающих мудрость времён, знающих, что делать Израилу, их глав 200, а остальные все остались дома. Куда им ходить? Дома работали по-прежнему, но эти немногочисленные представители колена Иссахара были понимающими времена. То есть это самая-самая большая мудрость. Они принесли с собой йодей, биналы и тимы, это не просто понимающие, слово бинаны, вин означает умение, анализируя то, что тебе, ту информацию, которую ты приобрёл. Когда человек читает книги, слушает уроки, он приобретает информацию, но если он её не переваривает, не анализирует и из неё не делает новые выводы, то это просто набивание головой информации, не больше того. А бина – это именно способность человека, это одна из интеллектуальных способностей человека, умение из той информации, которую человек получает извне, от учителей, через книги, через наблюдения, размышляя и анализируя, делать новые выводы. Вот это вот бина. И им отличаются сыны Иссахара 200 этих, 200 мудрецов, знающих, способных, подобным имеющих бина, ту самопроницательность, способность видеть между срок, между вещей, способность распознавать взаимосвязи людей и вещей и результаты этих взаимодействий. Вот это вот такие мудрецы. Такое восприятие Торы, его постоянное использование в реальной жизни, не достигается в процессе непрерывной трудовой деятельности. То есть человек, который привязан к своему рабочему месту, и он постоянный, и он уже превратился в раба своей работы, то на подобную учебу не способен. Оно приходит в часы досуга, заработанного добросовестным трудом. Поэтому оно доступно только такому народу, который понял, что покой хорош. С этого и начинается. Иссахар – крепкий осел, лежащий между заград. Конечно, нужны для этого, для того, чтобы так вот изучать Тору нужны силы. Да, но этого мало. И увидел он, что покой хорош, пока ты не увидел, что покой хорош, пока ты думаешь, что именно разъезжать по… Не могу не вспомнить. Я как-то отправился… Я в жизни своей, к сожалению, разъезжаю много, слишком много. Вот я как-то отправился покупать чемодан. Я пришел в магазин, и продавщица меня спрашивает, что как? Она предлагает мне чемодан, и этот нехороший, и этот нехороший. Слишком переборчив. Я объясняю, понимаете, я очень много езжу, поэтому мне нужен чемодан такой очень особенный. Она так на меня смотрит и говорит, вы много едете. Ой, как здорово. Господи, ты мне бедняжка. Она еще мне завидует тем, кто я много езжу. Наоборот. Ваярмину хакитов и увидел, что он покой хорош. Вот что хорошо. Не ездить хорошо и не разъезжать хорошо. А покой хорош. Это главная ценность. Так вот тот народ, который понял, что покой хорош, который считает досуг истинной и чистой наградой за работу, не заработанные деньги, а возможность именно досуга, заработанный досуг, он главной наградой за труд. То есть, как говорят наши мудрецы, то есть он понял вот эту самую формулу известную. Сделай Тору своим основным занятием, а работу второстепенным. То есть работа тем-то и хороша, что дает возможность обеспечить, и только тем она хороша, что она дает возможность обеспечить досуг, дает возможность обеспечить свободное, спокойное время, когда человек может изучать Тору. Народ, который это понял, и он ставит знание Торы как истинную цель, а труд только как средство достижения этой цели, вот такой народ и понимает, что сельский труд в наибольшей степени подходит именно для этого. Поэтому-то и Сахар с энтузиазмом занялся именно земледелием. Никакой другой сферы деятельности, никакой другим способом зарабатывания денег, а именно таким, который обеспечит ему максимум свободного времени. Так, благодаря Раввиршу мы сумели соединить Пшат и Драш. Пшат, который представляет нам Иссахара как землепашца, Драш, который представляет нам Иссахара как мудреца, изучающего Тору. И спросили бы, а есть ли какая-то точка соприсновения. Конечно, есть. Потому что, как объясняет Раввирш, именно занятия земледелица, они и подходят для того, чтобы развивать духовный потенциал, для того, чтобы стать действительным мудрецом Торы, в отличие от всех других способов зарабатывать денег. Остается только еще последнее. Все-таки немножко режет слух то, что представляют здесь Иссахара как осел. Слово «осел» обычно носит несколько отрицательный характер. Осел, прямо скажем, не самый интеллектуальный из всех животных. Здесь у него, конечно, большой плюс. То есть оно, то, что на него нагрузили, осел будет нести. Он не взбрыкивает. Нрав у него, может быть, немножко упрямый, но зато устойчив. Все-таки почему же здесь осел, который идет с поклажей, дремлет между заградами, почему выбрали именно его? А Клейкар связывает это именно с противоставлением Звулун и Иссахар. Автор Клейкар пишет так, что когда на осла накрутили самую поклажу, то она на нем не остается. Ее привязывают к ослу. Поэтому даже когда осел решает, что время поужинать, или когда он решает, что пришло уже время поспать, с него никто не снимает эту поклажу. Это то, что здесь подчеркивает Рашель, что он так и даже, когда он хочет задремать, он спит между заградами, прислонившись к какому-нибудь забору, потому что поклажа остается на нем. Она к нему привязана, она не отделяется от него. Это состояние, о котором может похвастаться человек, у которого его приобретение, это приобретение ток, приобретение знаний, ибо человек с ним не разделим. В отличие от этого Звулун, приобретение которого, приобретение материальное, он человек бизнеса, он человек морской торговли, он тоже приобретает. Но эти приобретения, он это одно, а эти приобретения совсем другое. Он не становится, эти приобретения не становятся единым целым, они не становятся частью личности человека. Они как были внешними, так и остаются внешними. Приобретение Торы, которым может похвастаться Иссахар, они становятся частью человеческой личности. Это тот труд, благодаря которому человек изменяется сам. Результаты этого труда становятся частью его собственной личности. В отличие от других сфер приложения человеческого труда, где все достижения, они чисто внешние, человек сам по себе. А все достижения, которые он достиг, сами по себе, они внешние, и не становятся его частью. Вот на Иссахаре, Звулуна Иссахар, здесь завершается первая группа сыновей Якова – это сыны Леи. И сейчас Яков переходит уже ко второй группе – это сыны рабы. И первый из них, первый из сынов бывших рабы, на которых Яков ленился и сделал их своими женами. Первый из них – это Дан. Дан будет биться за свой народ, как одно из колен Израиля. То есть Пшат здесь, поэтому он просто. Имеется в виду, что хотя Дан, он происходит от его мать, бывшей рабы, да, и поэтому можно было бы подумать, что это колено, оно будет стоять на ступени более низкой, чем колено, произошедшее от сыновей Леи. Поэтому тут же подчеркивается – нет, он будет биться свой народ не хуже, чем все остальные. Как одно из колен Израиля. Он не второй сорт, он такой же, как все. Это Пшат. Продолжение. Дан станет змеей на дороге, гадюкой на тропе, которая жалит в пяту коня. Так что всадник падает нахнишь. Напомнишь твою, надеюсь, Господи. Если начало было еще как-то понятно, но в конец уже совсем-совсем-совсем непонятно, почему сравнение с змеей, с гадюкой, которая жалит в пяту коня. И причем вдруг этот порыв сразу после этого на помощь твою, надеюсь, Господи. Обратимся к Раши. Пишет Раши так. Дан будет биться за свой народ, отомстит за свой народ филистимлян. Проще палестинцам. Это народ, который поселился на побережье Средиземного моря, на южной части побережья, то есть район от... Это Ашдот, Ашкелон, Газа. Вот эта вот часть. Называли их Плештин, так они называются в Танахе, от слова Лифлош, то есть захватчики, агрессоры, которые пришли из Игейских островов и вторглись в эрыц Исраиль. Произошло это еще достаточно давно, но это их имя Плештин, вторгшиеся, захватчики, агрессоры, оно так с ними и осталось, а в дальнейшем римляне, которые хотели, чтобы имя народа Израиля и иудеев полностью было забито, то они всю святую землю, всю эту самую провинцию переименовали в Плештину по имени тех самых Плештин, которые были врагами еврейского народа. Так осталось название Палестины и палестинцы. Так вот, с ними, с этим Плештин, борьба очень сильно обостряется в конце эпохи Судей, и перелом, самый сильный в этой борьбе, достигается во времена уже царя Шауля и в основном Давида, который уже нанес палестинцам, удары, от которых они не сумели оправиться, он окончательно их усмирил. А вот перед этим, конец эпохи Шовтин, борьба была очень-очень напряженная. И вот тогда именно острием копья в этой борьбе становится всего лишь один человек из племени Дан, а именно Шимшон. Тот самый села Шимшон, один из еврейских Судей, и вот о нем-то сказано здесь, Дан будет биться за свой народ, то есть отомстить за свой народ палестинцам, как одно из колен Израиля. Простое значение мы уже привели, имеется в виду не хуже, чем любой другой, но все-таки немножко режет слух, как одно из колен Израиля что-то означает. Поэтому Раши дает здесь и второе значение. Драш, то есть, если понимать это буквально, как одно, не как одно из, а вот как одно, одно единственное. То есть, есть все цены Израиля за один будут с ними, а он за всех отомстит. Это пророчество относится к Шимшону. А еще можно истолковать так, как единственный среди колен Израиля, то есть, как наиболее выдающийся из колена Израиля, это мы уже знаем, наиболее выдающийся колено с точки зрения и власти, и лидерства военного и политического, это иуда. Подобно тому, как Давид, подобно тому, как Давид, который происходил из такого единственного колена Израиля, иуды, подобно тому, как он бился с палестинцами и нанес им сокрушительные удары, подобно ему не меньше его будет с ними сражаться Шимшон, хотя он был только один, так у него не было армии, подобно царю Давиду, но он занимался особого рода войной, психологической такой войной, нанося удары по палестинцам психологического характера, которые, в общем-то, наводили на них попросту ужас и достиг очень сильных успехов этой умасти. И поскольку эта борьба его власть с попеременным успехом и были, и закончилась она для него трагически, поэтому здесь и прибавляет Яков, когда видит он своим пророческим взглядом, видит он то, как будет развиваться история Шимшона, то он прибавляет здесь вот эту позву на помощь твою, надеюсь, Господи. Гад. Гад, отряды будут теснить его, но он оттеснит их по пятам. То есть будет он на переднем рубеже борьбы с воинственными соседями, они будут его теснить, но у них это не получится, он их оттеснит. Хлеб Ашера, еще один брат, Ашер, хлеб Ашера будет богат, и он будет доставлять царские деликатесы. Нафтали, четвертый брат, четвертый из четырех братьев, сыновей, служанок. Нафтали, быстроногая лань, он воздает прекрасные речи. Совсем уж непонятно. Причем здесь, что означает это сравнение с быстроногой ланью? Ну, наверное, имеется в виду какая-то легкость, быстрота, а причем здесь прекрасные речи. Наши приводит здесь объяснение такое. Быстроногая лань, имеется в виду эта долина Геносарда. Геносарда Кенерет, то есть та область, которую колено Нафтали получило себе по жребию, это было вокруг озера Кенерет, и там, благодаря уникальным климатическим особенностям, очень быстро созревают протлоды, фрукты и другие. Это долина Геносарда, где плоды поспевают с такой же легкостью, как лёгок бег лани. Как лань стремительно мчится, очень быстро перебегая с места на место, так же и быстро, стремительно созревают плоды вокруг озера Кенерет. И он воздает прекрасные речи. Что это означает? Раши здесь обращается к арамейскому переводу Ункилуса, пользуясь его объяснением. Согласно Ункилусу, имеется в виду, что люди будут благодарить и благословлять за изобилие плодов. То есть, воздавая прекрасные речи, что это за прекрасные речи? Имеется в виду это благодарность Богу за обилие спелых плодов. А мудрецы толкуют этот стих иначе. Вот эту вот быстроту и скорость, они связывают с определённым историческим событием. Событие, которое упоминается в самом конце недельного раздела вайхи, который мы сейчас учим. Когда Яков Авильям умирает, то мы уже знаем, что он просил, чтобы его похоронили в пещере Махпила, там, где были похоронены. И Авраам, и Сара, там же Ицхак и Ревка, там же он похоронил свою жену Лею, и там он хочет тоже быть похоронен. Но поскольку пещера Махпила предполагала, что там были только вот эти вот пары, только наши праотцы, она не превращалась, она была в таким фамильным склепом, но не для последующих поколений. В первом поколении всё ясно, Авраам и Сара, в втором поколении тоже ясно, Ицхак и Ревка. А вот в третьем поколении есть два претендента. Есть Яков, но есть же его родные братья Цесар. А что будет, если он будет иметь возражение, если он скажет, что это его место, он по праву? Так на самом деле и случилось. Поскольку, когда процессия покоронная, очень большая, которая шла из Египта, приблизилась к Хеврону, к пещере Махпила, то тут же появился Ицхак и сказал, по какому праву? Почему это вообще моё место? Я старший, я первым. Поэтому место это моё, почему вы моего брата хотите там похоронить? Утверждение это было нечестно, потому что Ицхак в своё время продал. Продал за деньги. Он от многих вещей отказался. Он отказался от владения Росисраэля и ушёл в Южный Негев только для того, чтобы не попасть в египетское рабство. Ибо было ясно, что возможность унаследовать Росисраэль, она связана с необходимостью отсидеть темное количество лет в египетском рабстве. 400 лет до грей строгого режима. На это Исаф не был готов. Поэтому отказался, ушёл. Второе. Пещера Махпила, это он тоже от этого отказался. Снова не просто так, а за деньги, но отказался. Но здесь Исаф то ли в возрасте уже у него был склероз, то ли ещё почему-то он забыл. Забыл он об этом факте продажи. И когда сыновья Якова стали ему говорить, что вообще-то не гоже, потому что ты свою долю в Пещере Махпила продал, поэтому ты не можешь сейчас брать свои слова назад. Он говорит, а кто сказал? Ага, а как? Ничего такого не было, ничего такого не знаю, не помню. А у вас есть документы, документы с собой не принесли. И вот тогда нужно было послать срочно гонцов для того, чтобы принесли соответствующие документы, которые бы доказали и показали подпись Исафа под купчей, в которой он отказался от своей доли в Пещере Махпила. И вот тогда Нафтали поспешил в Египет и доставил купчую, подтверждающую, что Яков купил у Исафа его долю в Пещере. Вот теперь можно резюмировать всё, что сказано здесь по поводу четырёх второй группы братьев. Значит, первая группа была из шести сыновей Леи. Теперь четверо – это сыновья служанок. Что о них можно сказать? Если первая группа, мы видим, это первая группа, ей к ней относится и Иуда, у которого власть политическая, военная, духовная, денежная составляющая, материальная. Звулум – морской купец, земледелие и Тора, и Сахар, то значение Гада и Дана, их проход, как мы видим, они, в общем-то, связаны с войной. Дан будет биться за свой народ, как один из колен Израиля. Дан станет змеёй на дороге, гадюкой на тропе, который жалит в пяту коня, так что всадник падает на влечь. Гад отряда будет теснить его, он будет теснить их по пятам, снова военные браховы. То есть, они защищают, это защитники, которые защищают свой народ от подсягательства внешних врагов. А Шер и Нафтали, они уже в основном, качества, которые здесь указываются, они необходимы для домашних дел. Один хлеб Ашера будет богат, он будет доставлять царские деликатенции, Нафтали быстроногая лань, то есть, как Раши здесь его нарисовал, как гонца, то есть, это человек, который выполняет чужие распоряжения, который выполняет задачи, которые на него взваливают, то есть, они явно помогают. И Равирж даёт здесь своё предположение, свою гипотезу, что не исключено, что если Гад и Дан, они как помощники, подчинённые Иуде, как Иуда, на котором бремя военной и политической власти, поэтому как помощники его в военном деле, это Гад и Дан, а вот Ашер является таким же необходимым помощником для Звунуна, тот, кто занимается торговлей, бизнесом, ему, да, условно, необходим тоже такой помощник, а вот Нафтали, он уже помощник для Иссахара. Ну, это гипотеза, доказательств ей нет. Переходим мы, нам осталось ещё два сына, Йосеф и Пиньями. Слова Якуб. Йосеф – мил и любезный сын. Мил и сын на виду. Невероятно тяжело, почти как рассечение Мёртвого моря, перевести на русский язык вот эти вот проход, которые даются здесь Йосефу. Это здесь очень высокий поэтический стиль, очень метафорический. И даже читая Раши, видишь, с каким трудом Раши пробивается сквозь трудности этого текста, а уж тем более перевести это на другой язык, на любой язык, в том числе и на русский, это очень тяжело. Итак, Йосеф – мил и любезный сын. Милый сын на виду. Человеку на глазу. Дочери ходили по стене, чтобы увидеть. И огорчали его, и стреляли, и ненавидели его и стрелки. Но его лук оставался в покое, и его руки были украшены золотом. Из рук всемогущего Бога Якова, который с тех пор пасет твердыню Израиля. Это было от Бога твоего Отца, да поможет Он тебе, и от всемогущего, да благословит Он тебя. Благословением небесным свыше, благословением бездны, лежащей внизу, благословением груди и чрева, благословения твоего Отца, произошли благословения моих родителей до пределов вековых холмов. Да пребудут они на голове Иосефа, на темени, отличенного среди своих братьев. Видно, что по многословности этого благословения только с одним из братьев это может сравниться с Иудой. Он тоже получил многословное благословение, остальные получают достаточно короткие. А вот Иуда и Иосеф самые многословные. И из них двух благословения Иосефа еще более многословные. Как все-таки попытаться понять, что же здесь сказано? Раши пишет так. Иосеф – милый, любезный сын. Милый сын, ну, переведомый на виду, на глазу вообще. Что это означает? Имеется в виду, говорит Раши, что его миловидность привлекает глаз. Видящий его. То есть каждый, кто его замечает, тот своим внешним видом его пленяет. Теперь понятно продолжение. Дочери ходили по стене, чтобы его найти. Имеется в виду, что дочери Египта, то есть египетские девушки, они ходили по городской стене, чтобы постараться посмотреть на него. А почему нужно ходить? Достаточно влезть куда-нибудь на высокое место. Потому что, очевидно, было так на стене много народу, что нужно было ходить, чтобы протиснуться и найти свободное место, чтобы взглянуть на него, посмотреть на его красоту. Поэтому они ходили, выбирая место, откуда можно было бы его увидеть. Есть много аллегорических толкований, но если мы хотим пшат, то пшат именно вот этот. Что то, что сказано здесь, пшат именно, что Иосиф своей внешностью был настолько привлекательным, что египетские девушки массами сходили на стену для того, чтобы посмотреть на его красоту. Дальше Рашид допускает всё-таки хотя бы одно аллегорическое толкование не пшат. И ещё толковали этот стих в том смысле, что не власть, надо его потомцам дурной глаз. То есть тогда это уже будет, тогда нужно будет понимать не милый сын на виду, на глазу, а милый сын наоборот, не на глазу. То есть глаз его не достаёт. Это имеется в виду, что дурной глаз не властен над Иосифом и над его потомством. Хотя, безусловно, он человек, который мог вызывать себе колоссальную зависть, благодаря тому, что он был потрясающе успешен во всём, чего он только дотрагивался. Но эта зависть ему не вредила, дурной глаз ему не повредил. И также, когда Яков давал благословение его сыновья Мюсефа, Минаш и Ефраим, он их сравнил именно с рыбами. Почему с рыбами? Потому что дурной глаз над рыбами не властен. Они под водой, их не видно, и дурной глаз им не вредит. Они остаются фактом, так как плодятся рыбы, никто не в состоянии плодиться, и никакой дурной глаз этому не мешает. Дальше сказанные огорчали его и стреляли, его и ненавидели его стрелки. Ну, действительно, в жизни у него было достаточно много огорчений. Огорчали его, горести причиняли ему и его братья. Горести причинил Патифар, его жена, которые в Кишином Тобе засадили его в тюрьму. Но вот только непонятно, при чём здесь стрелки. Всё, что угодно было у Юсефа. И подозрения, и интриги. Но стрелять-то в него никто не стрелял. Что означает это? Петрашин. А как там сказано в русской литературе, что злые языки страшнее пистолета? Так вот, действительно, злой язык, он тот, кто обладает злым языком. Он как стрелок, так и здесь, в Ретраши. То, что сказано стрелки, ибо их языки подобны стрелам. То есть, все эти люди, какие огорчения они ему заставляли своими языками. И то, что братья обвинили его в всевозможных грехах, и в том, что он интриган, и в том, что он подкапливается под них, и в том, что он пытается. И то, что жена Патифара его в конечном итоге оговорила, и то, что она его обвинила в попытке изнасиловать её. Всё это, и есть те самые... То, как работают стрелки, стрелы, злословие поражают человека издалека, и очень болезненно. Это то, что ему пришлось пережить. Естественно, для простого человека в тот момент, когда его атакуют, в тот момент, когда в него стреляют, то занять оборонительную позицию и постараться начать отстреливаться. Этого Йосеф не делает. Хотя в него стреляют, но его лук остаётся в покое. Он своим братьям не мстит. И своим братьям, ни Патифару, ни его жене, хотя, безусловно, получивший такой высокий пост во дворе фараона, он мог бы разделаться и с Патифаром, и с его женой, которая сумела его запихать в тюрьму. Чего этого он не делает. Его лук остаётся в покое. Благородство его не позволяет ему мстить. И благодаря этому и его руки были украшены золотом. Что это означает? Какие такие золотые украшения подают ему на руки? Говорит, Раши, это означает, что царский перстень был надет на его руку. Когда фараон дал ему перстень золотой, то вот это и означает, что его руки были украшены золотом. И это было дальше сказано из рук всемогущего бога Якова. То есть, золото это дал ему фараон. А в пасухе сказано из рук всемогущего бога Якова, который с тех пор пасёт твердыню Израиля. Как это понимать? Говорит, Раши, всё это произошло благодаря чему. Верно, что фараон дал ему все эти украшения. Но это было дано ему из рук Всевышнего. Это было уже проведение Всевышнего, благодаря которому Иосиф так поднялся и получил назначение вместе со всеми символами власти из рук фараона. И оттуда он уже взошёл, занял свою позицию при дворе фараона, чтобы стать пастырем, пастухом, кормильцем, который кормит вот эту твердыню, краеугольный камень Израиля, основу Израиля. Это было от Бога твоего Отца, да поможет Он тебе. То есть весь этот взлёт, который ты получил, он был от Бога твоего Отца, пусть Он поможет тебе. И от всемогущего да благословит Он тебя. Благословением небесным свыше, благословением бездны, лежащей внизу, благословением груди и чрева. Что означает благословение груди и чрева? Это, говорит Раши, согласно Онкилосу, имеется в виду благословение родителей, отца и матери. То есть, получается так, что благословенны будут отцы и матери, дающие жизнь, чтобы семья была пригодна, для того, чтобы было зачатие, чтобы женщины не рождали раньше сроков, чтобы были здоровые дети. Благословение твоего Отца превзошли благословение моих родителей. До пределов иковых холмов. В первую часть фразы можно понять только. Имеется в виду, если я сравниваю брахо от груди иоков, который я получил от своих родителей, и благословение, которое ты получаешь от меня, то твои благословения намного-намного больше. Они превзошли благословение, те благословения, которые дал мне Всевышний, значительно превзошли те благословения, которые Он дал моим родителям. Ну и сколько у нас времени осталось совсем немного, перейдем сразу к Беньямину, последний из сыновей, самый младший, Беньямин Терзающий Волк. Хищный Терзающий Волк. Тоже довольно странный комплимент. Терзающий Волк. Утром будет есть свою долю, а вечером разделит добычу. Как это понимаете? Утром он будет есть свою долю, означает добытая на охоте или на войне. Это он сказал о Шауле. Здесь Яков видит своим пророческим даром первого царя еврейского народа Шауля, который происходил из колена Беньямин. И он, как там сказано, когда он утром, утром, на заре, в самом начале, он разделяет. Он ест, он будет есть свою долю. Имеется в виду, что он будет править в самом начале, на заре расцвета и восхода Израиля. А вечером, уже когда склоняется день и тьма уже наступает, и даже вечером он разделит добычу. Имеется в виду, даже когда закатится солнце Израиля, когда на выходнецах, то есть вавилонина, подвергнет его изгнанию вавилон, все же он еще будет делить добычу. Здесь находится, по мнению Раши, намек на Мордыха и Эстер, которые уже будучи, когда закатилось солнце еврейского народа, будучи в Галуте, они все-таки разделили в дальнейшем добру Амана, когда царь Ашфирош Тау, дом Амана, подарил его Мордыхаю и Эстер, и тогда Мордыха и Эстер, происходившие из колена Беньямин, разделят добычу. Все эти колена Израиля 12, и вот что сказал им их отец, когда благословлял их, каждого своим благословением благословил он их. Хотя на первый взгляд благословений здесь было немного, всего того, что мы прочитали, здесь больше, здесь есть предвидение о том, что произойдет с потомками его сыновей в Расисраэль, здесь есть описание качеств, характера, а благословения здесь не так уж много, но очевидно это вещи связаны друг с другом. Почему? Да потому что благословение, успех и свое счастье каждый находит благодаря своей индивидуальности и через свою индивидуальность, поэтому Яков здесь указывает каждому из них его качества характера, его основные свойства, его самые сильные свойства, благодаря которым и через них человек и сумеет найти свое счастье, найти свое призвание, найти свое место в жизни, найти свое место в строении еврейского народа, найти свое место в истории и благодаря этому и стать по-настоящему счастливым. Это вот все это, все то, что было сказано, все это благословение, которое дал их отец, когда благословил их, как каждого своим благословением. То есть, каждый получил то благословение, которое соответствовало его миссии и его свойствам и качествам характера.